Парни, у которых аниметян на Ави. Почему? Хочешь больше видео с моей озвучкой? Подписывайся на Бусти, там ты найдешь сотни видео без цензуры на горячие темы. Ссылка в описании. Я использовал детского мультяшного персонажа в своем профиле для онлайн-покера. Без денег, просто забавные мини-турниры. Я выбрал его исключительно для того, чтобы другие игроки недооценивали мою игру и легче попадались в мои ловушки. Сработало очень хорошо. На всех уровнях, кроме физического, я милая аниме-девушка. Из всех вещей, которые меня интересуют, размещение моего настоящего лица на игровых сайтах в моей миниатюре не было одним из них. Серьезно, чего можно добиться, раскрывая мою настоящую личность во время онлайн-игр? Мне нужно выбрать что-то другое в качестве замены. Так почему бы не просто то, что я сохранил со школы? Некоторые знают меня только как веб в своем списке, так что давайте упростим это для них. Думал, я мог бы выбрать, например, собаку или что-то еще, но это либо так же бессмысленно, либо менее значимо для меня. Я не хочу говорить о своих питомцах во время игры. В основном из иронии судьбы, но втайне, чтобы представить свою вайфу. Изменено. Вот определение слова вайфу от your dictionary для людей, которые могут не знать. Определения могут различаться у разных людей. Вайфу существительное, сленг фэндома. Вымышленный персонаж из визуальных медиа, не связанных с живым действием. Обычно аниме, манга или видеоигра, который привлекает человека, и которого он считает своей второй половинкой. Кажется, многие слабаки просто отказываются стыдиться своих интересов. Им нравится то, что им нравится, и им все равно, что думают другие. Им нравятся милые вещи. У меня был парень, который совершил каминг-аут как женщина через два года после начала отношений. Он, она сказали мне, что всегда играли женских персонажей и использовали аниме-картинки, потому что хотели чувствовать себя милыми. Мужчины без таких аватарок. Почему? Недавно со мной связалась девушка из моего игрового круга, и мы начали переписываться часами. Перед тем, как ей пришлось уйти, она назвала мне свое реальное имя, и, о чудо, это было мужское имя. Я подумал... Несколько дней спустя, этот человек снова связался со мной и пригласил меня поиграть вместе. Я просто спросил напрямую, парень он или девушка. Лол, он использовал персонажа девушки в игре. Как, черт возьми, я мог это определить? В этот момент мой мозг начал перематывать все наши разговоры. Урок усвоен, не суди книгу по обложке. П.С. Мы все еще играем вместе. В основном, потому что, первое, я прочитал мангу и подумал, что они выглядят круто. Второе, я прочитал мангу и подумал, что это классный персонаж. Третье, все вышеперечисленное. Она напоминает мне мою девушку, и поскольку я не хочу фотку своей девушки на случайных форумах и в сети, то аниме-девушка с такой же личностью, это лучшее, что можно придумать. Я Отаку. У меня есть постеры, фигурки, манго, аниме, подушки для тела, предметы, коллекционирование и так далее. Наслаждайтесь тем, что вам нравится, пока вы не посягаете на других людей. Просто живите своей жизнью и не заботитесь о том, что другие думают о ваших увлечениях. Мне нравятся милые штуки, и я слабак, так что если объединить их вместе, то получится вот такая фигня. Я бы никогда не использовал аниме-фотопрофили в социальных сетях, которые увидят мои знакомые в реальной жизни. Люди в сети любят размещать фотопрофили, которые связаны с тем, что им нравится. Некоторые используют аниме-фотопрофили, потому что нам нравится аниме или определенный персонаж. Я бы сказал, что это похоже на то, как если бы кто-то использовал свою любимую спортивную команду, игрока, в качестве фотопрофиля. Например, я был большим поклонником Халу и Звездных Войн, поэтому использовал фотографии-профили, связанные с обеими сериями. Просто главный герой из одного из моих любимых сериалов и выглядит круто. Другими словами, это мой выбор. Чтобы людям не нравилось в людях с аниме-аватарами, я чувствую то же самое по отношению к людям, у которых на аватарах... ... и цыпочки. Особенно если они держат пиздец или американский флаг. Почему? Я встретил парня, которого я бы сейчас считал довольно близким другом, потому что у него была аниме-аватарка, которую я узнал. Йоу, ты Зеро Ту? Да, чувак. И с тех пор мы приятели. Примечание. Нет, ни одна из моих фотографий в профиле не была связана с х***ю. Я также хотел бы заявить, что вам не нужно звучать так обличительно по этому поводу. Это наш выбор. Не знаю, может быть по той же причине, по которой я всегда выбираю симпатичную девушку для своего игрока в таких штуках, как Скайрим и тому подобное. Если я собираюсь пялиться на персонажа неделями, месяцами, годами, пусть она мне тоже понравится. Потому что я уродлив, черепа и так далее, для меня клише, а видеоигры избитые темы и потому что я невероятно подавлен. А ИСК это то, как я живу, потому что я не могу эмоционально привязаться ко многим другим формам медиа. Если бы я мог использовать мысленный образ из книги, я бы использовал его. В Way of King было бы много отличного материала, но пока недостаточно фан-арта. Моё изображение профиля это то, что я вижу больше всего. Я хочу видеть что-то приятное, а не своё лицо. Но это не обязательно должна быть аниме-девушка. Всё, что я нахожу приятным или смешным. Хотя обычно смешные фото сложно поставить правильно из-за ограничений по размеру. Кроме того, если я не вижу изображение своего профиля, мне нет смысла его использовать. Но я начинала как мужчина с аватарка аниме-девушки. А теперь я дегенеративная кошка-девочка, тусующаяся на куче дискордов. Это нелепая тема. Я знаю, что я очень опоздала на вечеринку, поэтому мой комментарий не виден. Но мне кажется, что никто на самом деле не ответил на то, что здесь происходит как следует. Здесь много людей, которые не удовлетворены ответами, потому что есть только один ответ, который они ищут. На самом деле я скрытный... Хотя это определённо касается значительного числа людей, невероятно глупо вообще задавать этот вопрос. Нет никакой разницы между девушками из аниме в качестве вашей аватарки и буквально всем, что не является вашим собственным лицом. Есть разные ответы, но в конечном итоге наиболее распространённым ответом будет «Я хочу, чтобы мой аватар показывал что-то, что мне действительно нравится». Я видела людей с аватарами любимых знаменитостей и персонажей. Хотели бы они быть этим человеком? Сомневаюсь, что у большинства людей такие мысли возникают при выборе этой фотографии. Я видела, как люди выбирают животных. Они определённо не хотят быть животными. Однажды я видела парня, у которого на аватарке был Тако. Мужчины с животными на аватарках. Почему? Эй, парень, у которого на аватарке Тако. Почему? Девушка, которая использует своего любимого доктора Кто на аватарке? Теперь яйцо в реальной жизни? Или она просто использует аватарку как самую быструю и лёгкую платформу, чтобы показать другим людям свои интересы? Нормально, когда вещи, которые вам нравятся, доставляют удовольствие. Или которые вы считаете крутыми, представляют вас на переднем плане вашего присутствия в сети. В 80% случаев это аниме-девушка, потому что это мой любимый персонаж из недавно просмотренного сериала. Иногда это просто что-то, что я нашла в интернете, что показалось мне милым, приятным. Я не уверен, почему это почти всегда женщина. Но этот вопрос я, вероятно, никогда не узнаю ответа. У меня была на авиа-аниме-девушка только один или два раза. Но я представляю, что иметь аниме-девушку на аватарке – это то же самое, что иметь на авиа-мем, которые вам нравятся, или актеры, которые вам нравятся, или, ну, чего угодно, что вам нравится. Например, моя аватарка в Дискорде – это Фильти Фрэнк в школьной форме аниме с отфотошопленными глазами. У меня это стоит на авиа, потому что мне нравится Фильти Фрэнк. И он заставляет меня смеяться. То же самое и с аниме-девушками. Извините, если не смог объяснить это яснее. Немного похоже, я играл в D&D с одним крипером, который ничего не делал, кроме как играл... ...женщин. Его профиль в ФБ был полон аниме и фэнтезийных картинок того же самого. Он был очень женственным, поэтому я представляю, что он входил в контакт с какой-то другой своей стороной. Это было странно, но что поделать? Он был жутким из-за того, как он выглядел и действовал. Трудно объяснить. Троллить, обижать игроков, которых я мочу в игре. Многие геймеры воспринимают это как удар по своему самолюбию, когда они увлекаются любящие подушки веб-мусором и злятся. Или п*** вас в чате. Это довольно забавно, когда тебе скучно. Я хочу чувствовать себя милым. Я не могу чувствовать себя милым в повседневной жизни, будучи парнем. Мне не очень нравится быть мужественным. Ну, я женщина, и на моей фотографии и профиле изображен мальчик из аниме. А на других сайтах я использую девушку из аниме. Но я отвечу на основную предпосылку, о которой идет речь в вопросе. В частности, тот, который я использую прямо сейчас, я делаю это только для того, чтобы выразить свою поддержку Тодороке из моей геройской академии, которая является моим абсолютным фаворитом. А также мне очень нравится эстетика моей фотографии и профиле с ее нарядным костюмом и старением. В общем, лучший способ объяснить использование аниме-аватарки, это как некоторые люди используют аватарки любимых телешоу, мультфильмов, которые им нравятся для мемов, и даже своих собственных лиц. Мы любим выставлять себя на показ, иногда на показ просто ради забавы. И мне просто нравится аниме настолько, что я считаю его эстетически приятным и представляющим многие из моих интересов в целом. А на этом все, если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 10 слов, это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также напоминаю про наш бусте, там вы найдете дополнительный контент без цензуры на более чем 6 часов беспрерывного просмотра. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии и оформляйте подписку. На этом все, всем пока!